Нет, интернет не сломался. Нет, пиксельный монитор не повыгорали. Это Владимир. Реальная стройка. Фильм ужасов. О пенопласте. Дом недавно был утеплен пенопластом. Прошло всего 2 месяца. Мы видим, что пенопласт крошится в дырках. В доме становится холодно. В случае пенопласте никакого нет. Пенопласте. 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 Частный дом. В качестве утеплителя стен использовали пенопласт. Посмотрим, что произошло с ним за год. Пенопласт от влаги и ультрафиолета начал просто разрушаться. Как видно, повреждения животными, грызунами, а также птицами. Владелец планирует переделывать все теперь. Опять же, лишние затраты, время, силы. Есть ли смысл вообще использовать пенопласт? Так, по всему периметру. Ну вот еще один очень уж неудачный пример использования пенопласта. Да еще и в так называемой системе вентфасада. То есть, фактически, это вот такая вот примитивная подсистема из деревянных брусков. И внутри укладывается вот такой вот утеплитель, который, тем же, называть сложно. Он болтается, тут гуляет ветер. Своих свойств он вообще не выполняет. Там даже чуть-чуть повыше видно. Повыпадали целые куски. А здесь уже все. Смотрим на фасад из пенопласта и на то, как его любят кушать всяческие животные. Что с ним происходит. Посмотрите. Вот такие вот вещи. Не успели там вовремя закрыть что-то и все. Вон они, вот они кудахтают. Кудахтают. Что-то они делали, как наркоманы. Пошпаклеванный, тоже жрут. Когда понимаешь, что это он. Да. И мыши. И мыши. Низ, по крайней мере, есть точно. Да, такого, честно говоря, не видел. Так и то, и куры это жрут, да, и мышки. Мыши вообще там внутри живут, там трехкомнатные квартиры, снизу подъезжают. Привет, Владимир. Реальная стройка. Посмотрели видюху. Ну как вам? Вот это я обнаружил на своей электронной почте. Это мне писал то Александр, то ли Игорь, сейчас не помню. Почему-то вот у меня в голове два имени крутятся. Мой подписчик или зритель, не знаю кто, но человек, который просто душа болит. И моя душа тоже про это же болит. Мы тут с вами бетончики мутим, что-то в них заливаем. А ребята тихонько мутят фуфельный пенопласт. Дешман пенопласт. От непонятных производителей, с непонятным качеством, с непонятной гранулой. Конечно, никаких там антиперенов нету. А это тоже монолит. Понимаете? Эти гранулы надо правильно спечь. Правильно, понимаете? Иначе они то подгорят, то ли будут сыры. Вот он нафиг вам этот пенопласт, объясните. Что за русская привычка построить дом из говна, из каких-то говноблоков, и сверху облепить его еще говнопенопластом. Вы думаете, говно с говном будет двойное теплое говно? Нифига! Получаются говнистые стены. И не теплые, и не прочные. Ну ладно, когда это на фасаде. Порушилось, поплакали, заменили. А когда это внутри колодцевой кладки, разбираешь, а оно все там внизу лежит, как куча гранулок. Оно вам надо, а? Ребята! И вообще, вы что не понимаете, что утепление это такая же наука, как и расчет конструкций. Надо правильно располагать, правильную толщину, в правильном месте. Всякие росы, не росы, точки, не точки, ноль через ноль. А вы думаете, что вы обклеили четыре грибка, намазли чем-то, на четыре грибка прикрепили. Но ведь говноблоком, с говнопенопластом еще добавляются говномастера. Рукожопы, мои коллеги. Вообще, фасадчик это отдельная профессия. Отдельная, сложная профессия. Люди, занимающиеся фасадами, обычно только фасадами занимаются. А не то, что от стяжек до потолка все делают. То есть, к проблемам материала прибавляется проблема монтажников. В одном из видео вы видели. Ну, так вот я решил выложить это видео и сказать, ребята, дешман пенопласту нет. А что за дешман пенопласт такой? Так-сяк еще пенопласт нормальных брендов. Ну, там, каких-то федеральных или региональных. А вы знаете, что от 200 тысяч вы можете купить, значит, предспениватель, спениватель, вылеживать телегранул еще за сколько-то спекатель. Короче, за 200 тысяч от 200 и больше вы будете сами производить пенопласт. Как хотите. По своим, не то, что по ТУ, а по понятию У, понимаете? То есть, но он дешевле, чем брендовый. И вы покупаете его, он там на кубе 500 рублей дешевле, понимаете? Фактически по цене гранулы идет. А еще его едят, то есть, пенопласт. Куры, крысы, мыши, муравьи. Пожалейте животных, они же сдохнут. Нафиг. А гранулы, которые используются, вы уверены, что она правильная? Что она ничего не выделяет? Понимаете? Если бренд непонятный, а на фасад вы используете 15-ю марку, которая 15-я только номинальная, она вообще там пятая. Ее вообще никуда нельзя использовать, понимаете, ребята? И для фасада идет специальный 25-я, 35-я марка с микроперфорацией F. Про это речь не идет. Так, короче, о чем видео, Ован? А что же нам делать? Первое, если вы не в Норильске живете, делать массивные стены, ну, к примеру, из газика. Да, вы потеряете внутренний объем, зато вам пофигу на все пенопласты. Понимаете? Вообще пофигу. Вы делаете стены по расчету для вашего региона и облицовываете чем угодно, от кирпича до газика. Ой. От кирпича до сайдинга. И все. И не надо вам туда засовывать. А вы думаете, сделаем тоненькую стеночку, сэкономим, и пенопластиком обклеим, получится супер стена. Да не получится супер стена. Поэтому массивные теплые стены это решение проблемы. Понимаете? И несущие способности с запасом из-за большой ширины, и тепла с избытком. Еще раз повторяю, по Уренго я не знаю, при Норильске я слова не говорю, но вся средняя Россия, а тем более южная, не надо с 15-го блока двухэтажный дом строить с газика. Не надо. Делайте с нормального по расчету. Летом будет прохладно, зимой тепло. Есть другие утеплители. Сейчас специально, чтобы не подумали, что я купленный, не говорю, какие именно. Взамен этого дешман-пенопласта, главдешман-продукта. Есть. Специально не говорю, но вы все их знаете. Если подумаете, погуглите, решите. Поэтому ваши близкие должны быть теплее. Ваши фасады должны стоять, не обсыпаться. Поэтому применяйте проверенные материалы. А дешман-пенопласту нет. Только нет. И впервые я могу это доказать. Я сто раз это видел, а теперь у меня есть доказательства. Спасибо Игорю и Александру. Не помню точно. Спасибо мне. Спасибо вам за просмотр. Всем спасибо. Всем пока. Так что не тупи. Думай головой, а потом делай.